Добрый вечер! Специалисты авторизованной ВОЗ-лаборатории показали, как идет процесс обработки анализов на коронавирус и рассказали, что думают об экспресс-тестах. Должны быть готовы к капризам погоды. Президент рассказал, как власти готовы помочь фермерам сейчас и в будущем. Почем квадратный метр онлайн? Недвижимость равнения на надежды. Риэлторы строят смелые прогнозы на конец карантина, а пока учатся выгодно преподносить объекты на фото и видео. 157 новых случаев заражения коронавирусом выявлено сегодня в Молдове. С 3638 зараженных в стране 975 вылечены. Несколько десятков пациентов идут на поправку. И все же коронавирус к этому моменту унес 104 жизни. Состояние 260 человек тревожит медиков. 2560 это те, кто болен сейчас. Большинство в легкой форме, но состояние 260 человек тревожит медиков. Беспокоит и тот факт, что порой беззащитным перед вирусом оказывается сам медперсонал, а вспышки заболевания фиксируются в лечебницах. Кстати, большое число новых случаев из-за большого числа тестов. Сегодня их было свыше 900. Под строгим карантином остаются 7 населенных пунктов. Однако жесткие меры изоляции дают свои плоды. Число заболеваний там падает. Если и дальше так пойдет, говорит премьер, ограничения снимут. Обсерваем, но и в Сорока, и в Штефанводе, и в Глодени, университет в номерах случаев. Мы продолжаем продолжать эволюция дальше, чтобы не пройдут кондиции для революции этого режима. Эпидемиологи Национального агентства общественного здоровья говорят, что лечение больных коронавирусом на дому и строгое соблюдение здоровыми санитарных мер профилактики приведут к тому, что страна не преодолеет критический порог. Власти утверждают, что стабилизация ситуации в немалой степени способствовала открытия карантинного центра на Молдэкспо. Он стал своеобразным фильтром, освободившим от необходимости заниматься дополнительной работой врачей и основных лечебниц, которые теперь могут полностью фокусироваться на работе с зараженными. Ежедневно некоторые работающие там сотрудники берут около 100 анализов у пациентов с подозрением. В курсу нынешнего тумбле мы собираем около 30-40 проб. Вместе с культурой протекции, в первую очередь, мы собираем риск для не infectа, при обраке и забраке корректной технической обраке. В пациенте, когда он интернете, мы объясним, что не нужно кормить и кормить, 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 кормить. Это будет дать результаты негативные. Сейчас каждый третий больной – житель Кишинева. Здесь 1050 инфицированных. На втором месте по числу выявленных случаев Левобережье. Далее следуют в Сороке, Штефанводе, Гладяна и Кагул. Сегодня в Молдову поступила очередная партия гуманитарной помощи в виде 100 тысяч санитарных масок и 5000 защитных костюмов. Поддержка от правительства Венгрии призвана помочь медицинской системе в борьбе с пандемией. По жертвовании прибыла в Кишинев благодаря министру иностранных дел и торговли Венгрии Петру Сеярта. Чиновника принял примеры он кику. Сегодня, в частности, я хочу отметить, что поддержка от поддержки ГУНГАРа для Республики Молдова в форме для защиты медицинской системы. Поддержка на этом не заканчивается. Правительство Венгрии делегирует двух экспертов, которые приедут в нашу страну в середине мая, чтобы проконсультировать исполнительные органы в сфере финансов и сельского хозяйства. Продолжение следует... Продолжение следует... Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сеярта, хоть и пробыл в гостях считанные часы, успел оценить действия наших властей по борьбе с коронавирусом. Продолжение следует... 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 Нацагентство общественного здоровья и занималось распределением по больницам, в которых лечатся пациенты, уточнила глава Минздрава. Защитные маски и экраны передаются больницам по специально установленной процедуре. Глава Минздрава подчеркнула, благодаря тому, что самолет был предоставлен России бесплатно, транспортные расходы не вошли в конечную стоимость закупленных товаров. Таким образом, защитные экраны обошлись на 15 леев дешевле. В среднем по 30 леев – 74 бана за штуку. По словам Виарики Думбровяну, Молдова также получила от правительства Швеции 28 тысяч комплектов защитного обмундирования для врачей. Государство должно как можно активнее улучшать условия в больницах и медпунктах и обеспечивать наилучшую зарплату врачам. Так считает президент Игорь Дадон, который посетил Шелдонежский район, где до сих пор зарегистрирован лишь один случай заражения COVID-19. Глава государства зашел в райбольницу и проверил ее подготовку к приему пациентов с новым коронавирусом. Первое, что интересовало главу государства – достаточно ли у врачей защитных костюмов и всего необходимого. Президенту рассказали, что соблюдаются все рекомендации Минздрава, в том числе, что касается зонирования помещений. Несмотря на лишь один зарегистрированный случай COVID-19, руководство Шелдонежской больницы готово в случае необходимости к приему пациентов. Руководство медучреждения отметило, что только благодаря хорошему сотрудничеству удалось удержать ситуацию под контролем. Слышали, р allocа. В Шалданижской больнице трудятся 200 человек, из которых 54 – врачи. За последние пять лет в неё вложили 30 миллионов. Президент Игорь Дадон высоко оценил оснащение учреждения и отметил, что на этом останавливаться не надо. Также в Шалданижтах глава государства посетил завод хлебобулочных и кондитерских изделий. На предприятии трудятся 110 человек. Ежедневно они выпекают до пяти тонн продукции. Поскольку скоро День Победы, Игорь Дадон навестил ветерана Второй мировой войны из села Кушмирки Антона Соловея. Недавно ему исполнилось 95 лет. Глава государства поблагодарил его за мужество на линии фронта. В этом году 9 мая традиционные демонстрации марша не состоят. Но власти утверждают, что ветераны не останутся без внимания. Скорее всего, торжества по случаю Дня Победы пройдут в конце августа. В столице можно приобрести экспресс-тесты на коронавирус. Правда, только онлайн. Продавцы уверяют, что точность у них самая что ни на есть высокая, а результат известен уже через несколько минут. Стоит ли игра свеч, мы решили выяснить у специалистов Национального агентства общественного здоровья, получивших аккредитацию и прошедших специальную подготовку для того, чтобы проводить лабораторную диагностику. Вот это отрицательные пробы, потому что на каждый идёт внутренний контроль. То, что я вам сказала, что в контроле ставится от взятия пробы до конца. Это ДНК человека. И мы его получаем, что мы сделали правильно. У нас есть клетки человека. И вот это отрицательные, а вот это положительные. Заражён или не заражён, первыми узнают лаборанты. Процедура длительная. От момента, когда к ним попадает пробирка с назальным мазком и до той секунды, когда компьютер выдаёт на экран обработанные данные, проходит не менее полутора часов. В среднем два. Только в этом случае результат считается достоверным. Теперь судите сами, можно ли верить на 100% тестам, выдающим результат за несколько минут. Но даже для собственного спокойствия делать тест нужно лишь при наличии объективной причины. Для людей, которые хотят исследовать, то есть результат верительный, когда мы имеем в основе для того, что мы делаем анализ. То есть, мы имеем в связи с клиникой, мы имеем в связи с инфекцией, то есть, как и любой организм живой, если мы говорим в случае с SARS-CoV-2, то ему требует период для развития, для того, чтобы он был в организме, чтобы мы его можем detectать через методы, которые используем. То есть, покупать какие-то тесты и каждый день колоть себе пальцы бесполезно. Раньше, чем вирус основательно обоснуется в вашем организме, ни один анализ ничего не покажет. Специалисты лабораторий Национального агентства общественного здоровья не рекомендуют покупать тесты на коронавирус в аптеках или делать их в частных лабораториях, если нет соответствующих симптомов, или если вы не находились в контакте с непосредственным его носителем. Однако мы всё-таки решили позвонить в шесть аптек по городу Кишинёв и попытаться найти тест на коронавирус и поинтересоваться его ценой. В итоге нашли тест лишь в одной из аптек. Добрый день, Юля. Девушка, здравствуйте. Меня Денис зовут. Скажите, пожалуйста, я могу приобрести у вас тесты на коронавирус в аптеке? У нас их пока нет. Скажите, а есть предпосылки будут? У нас нет такой информации, не знаем. Спасибо огромное. Здравствуйте, девушка. Скажите, пожалуйста, я могу приобрести у вас в аптеке тесты на коронавирус? Да. Скажите, пожалуйста, по какой цене? 235 лент, 28 байт. При этом большая часть медиков с такой точностью тестов не согласны. Врачи утверждают, что погрешность может достигать 50%, а выявить таким тестом коронавирус можно лишь спустя по крайней мере 10 дней после заражения. Тест не просто неэффективен для выявления коронавируса до появления симптомов заражения. Он может и навредить. К примеру, покажет вам отрицательный результат, и вы спокойно продолжите общаться с близкими, и лишь через несколько дней после того, как вирус проявит себя во всей красе, поймёте, что всё это время просто распространяли заразу среди близких. МИД опубликовал список чартеров, одобренных на прошлой неделе комиссией по чрезвычайным ситуациям. В период с 4 по 17 мая предусмотрено 8 рейсов, на которых могут вернуться домой наши сограждане. В приоритете студенты – люди, нуждающиеся в срочном лечении на родине, или же те, кто попал в трудную ситуацию. Итак, начиная со следующей недели, воспользоваться шансом вернуться домой смогут наши сограждане, оказавшиеся на территории Франции, Великобритании, Италии и России. По правилам, аэропорт принимает не более одного самолёта в день. Таким образом, с 4 по 10 мая в Кишинёв можно будет прилететь из Милана, Москвы, Санкт-Петербурга и Парижа. Ещё через неделю, с 11 по 17 мая, в столичном международном аэропорту ожидается прибытие других четырёх самолётов. На них смогут вернуться домой наши соотечественники, оказавшиеся в этот нелёгкий период в Лондоне, Париже и Москве. Четвёртый самолёт заберёт граждан Молдовы из двух итальянских городов – Венеции и Вероны. Власти призывают желающих оказаться дома, обращаться в диппредставительство Молдовы в стране нахождения, проверять на сайте МИДа авторизацию рейсов и только убедившись, что ваше имя включено в списки, покупать билет. Весна пришла с плохими прогнозами для садоводов. Фруктовые деревья, особенно ранние сорта, такие как абрикос, черешня и аблоня, уже пострадали, а ожидаемый урожай значительно снизится. Основная причина – апрельские периодические заморозки. Кроме того, некоторые фермеры утверждают, что деревья цветут в этом году неравномерно, что снова приводит к значительным потерям урожая. Одной из главных причин является засуха. Игорь Иванов из Малаеш-Таргеевского района владеет современным садом нескольких видов фруктовых деревьев. Он говорит, что поздние заморозки, дошедшие до минус 10 градусов ночью, повредили большую часть первого урожая, запланированного на этот год. Если говорить о 2020 году, мы делаем короткие отзывы очень крепко, что это, с тем азии, в том числе, в том числе, культуры мэру. Если до сих пор ранее черешня пользовалась высоким спросом и приносила хорошую прибыль, то в этом году ситуация хуже. А вот другие сорта пострадали на 60%. Досталось от замара с кафе яблонием. После 10 с лишним лет опыта в садоводстве Игорь Иванов понял, что сельское хозяйство – это ещё и инвестиции. Поэтому весь сад оснащён современной системой полива. Сильная засуха этого года заставила его больше поливать. Если в предыдущие годы фермер экспортировала около 200 тонн черешни, то в текущем из-за погодных условий урожай и экспорт под вопросом. Например, Молдова занимает третье место в рейтинге крупнейших экспортеров черешни на российский рынок. Александр Завтони из Магдачест, у которого есть персиковый сад, тоже говорит, что от замара сков пострадал почти весь урожай. Игорь Иванович, «Все не виден, что урожай. Мы уже видим флоры, которые бадут в дождь, будут ли флори, которые не будут нищие. Мы видим, что мы украли в коаке. Мы видим, что урожайся, что урожайся, что урожайся. Обычно фермер продавал персики в сети столичных магазинов и на рынке, сейчас он не знает, выставит ли что-нибудь на реализацию. Два года назад Александр Завтони разбил и ареховый сад. Хотя значительная часть деревьев пострадала от заморозков, а сейчас из-за засухи, земледелец все же надеется, что деревья восстановятся. Это один из наших границов, которые садятся. Сейчас я показываю, что большинство садятся, но я надеюсь, что я надеюсь, что когда вы планируете что-то мультиануально, вы не должны принять права, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете. По сообщению гидрометслужбы, в эти выходные ожидаются грозовые дожди, а жёлтый код гидрологической засухи действителен до 8 мая. Чтобы достойно отвечать на задачи, которые ставит перед фермерами природа, следует в первую очередь поменять отношение к принципам ведения сельского хозяйства. Об этом говорил с представителями отрасли президент Игорь Дадон. В ходе визита в Шолданюшский район он заглянул в село Алчидар, где встретился с предпринимателем, построившим свой бизнес на фруктовых садах и выращивании зерновых. Тот и пожаловался на испытания, которым природа подвергает его в последние годы, и рассказал, на какие ухищрения идет в борьбе за урожай. А глава государства, в свою очередь, поведал о том, что в перспективе собираются делать власти, чтобы спасти сектор. Хозяйство Василия Белоуса раскинулось на 100 гектарах. Прибыль с каждого урожая шла на его развитие. Теперь есть техника и даже холодильное оборудование на 600 тонн продукции. В прошлом году фермер получил 2000 тонн кукурузы и столько же фруктов. Не уверен, что в этом году земля будет настолько же щедрой. Президент заверил, что государство поможет преодолеть трудности, вызванные в том числе и разверзшейся пандемией коронавируса, которая сказалась и на сельхозпроизводителях. Президент отметил, что в будущем руководство государства должно предложить более комплексный подход к сельскому хозяйству во избежание больших потерь и закапризов погоды. В частности, очень большое внимание надо уделить орошению сельхозучастков. Недавно парламент принял закон, позволяющий, земледельцам использовать озёрную воду для орошения. Коронавирус с коронавирусом, но и другие болезни никто не отменял. Свыше 12 тысяч вызовов получила служба экстренной и до госпитальной медицинской помощи всего за неделю. Из них с подозрением на COVID-19 менее 500. Самым неблагоприятным этот период оказался для сердечников. Как указано в сообщении службы экстренной и до госпитальной медицинской помощи, с 20 по 26 апреля граждане вызывали неотложку 12 тысяч 244 раза. Свыше 4 тысяч пациентов, в числе которых почти 600 дети, были госпитализированы. 2,5 тысячи обратившихся жаловались на сердечно-сосудистые заболевания. В 44 случаях медики оказали первую помощь при остром коронартном синдроме. Свыше полутора тысяч человек жаловались на неврологические нарушения, 155 из них перенесли инсульт. Почти 2 тысячи человек жаловались на проблемы с дыхательными путями. Почти у 900 выявлены ОРВИ, ещё около 500 подхватили грипп. Лишь у 456 звонивших было подозрение на коронавирус нового типа. И почти в 900 случаях речь шла о различных травмах, в том числе полученных при ДТП. За неделю на дорогах страны произошли 24 аварии, помощь понадобилась 33 пострадавшим, 26 из которых были госпитализированы. Территориальные подразделения Национальной кассы социального страхования с завтрашнего дня начинают приём граждан в специальном режиме. Посетителей разделят на две категории, каждая из которой можно будет получить причитающиеся пенсии и пособия строго в определённые дни. В первой категории – получатели так называемых детских пособий, тех, что положены матерям и семьям с детьми. Во второй – пенсионеры, лица с ограниченными возможностями, получатели других видов пособий и родственники умерших, претендующих на материальную поддержку. С завтрашнего дня все территориальные подразделения Национальной кассы социального страхования будут работать с 8 до 14. Каждые два часа приём посетителей будет прерываться для дезинфекции помещения. 29 и 30 апреля будут обслуживаться только получатели пенсий, социальных пособий и заявители пособия на погребение. С 4 по 8 мая также с 8 часов утра до 2 часов дня в офисах ждут бенефициаров материнских пособий и пособий семьям с детьми. С 11 по 15 мая до обеда снова будут обслуживаться посетители, у которых вопросы по пенсиям и всем видам пособий, кроме детских. В связи с карантином, введённым в городах Сороки, Гладяны и Штефанводы, приём граждан в этих филиалах производиться не будет. Руководство НКСС надеется вернуться к нормальному графику работы с полным рабочим днём после 15 мая, если не будет продлён режим чрезвычайного положения. Всем, кто в этот период будет приходить в офисы НКСС, следует соблюдать меры санитарной безопасности, держаться друг от друга на расстоянии в один метр. В то же время молодым родителям, чтобы избежать нежелательных контактов с другими людьми, предлагается воспользоваться возможностями интернета. Заявки можно подать в электронном формате в соответствующей рубрике на сайте ведомства. Также напомним, что по решению комиссии по чрезвычайному положению лица, достигшие пенсионного возраста в период пандемии, будут получать пенсию автоматически. Оформить документы можно будет после отмены режима чрезвычайного положения. От заката до рассвета. Часть коммунальных служб перешла на ночной график работы. Чтобы граждане, которым позволили выходить в парки, не подвергались угрозе, коммунальщики выходят на обработку спецсредствами в ночь. Дезинфекция тротуаров, остановок общественного транспорта, а теперь вот и садовой мебели, легла на плечи сотрудников зеленхоза. Чтобы управиться до того, как люди начнут выходить из домов, они начинают работать глубокой ночью. За смену в Кишиневе используется 6 тонн убийственной для вирусов и бактерий жидкости. В ночь выходят 4 спецавтомобиля. Их задача – распылять дезинфицирующие средства в общественных местах. Они колесат по городу до самого рассвета. Процесс дезинфицирующий начинает начать в ночь, но запреты многим не писаны. Чтобы не пострадали в первую очередь дети, коммунальщики обходят каждую. Жидкость производят на предприятии «Зеленое хозяйство». Она безвредна для человека, но убийственна для вирусов и микробов. Ежемесячно такая обработка столичных общественных мест обходится мэрии в 150 тысяч леев. Мы получили 150 тысяч леев в марте, не только для решений, но и для других необходимых решений, в связи с ситуациями, которые были созданы. Но мы продолжаем решение, что мы продолжаем в марте. В марте у нас получили 67 тонн. 6 тонн у нас получили предприятия и даже предприятия. Пока сохраняется риск распространения коронавируса, дезинфекцию в столице будут проводить дважды в день. Рынок недвижимости замер и пока держится на одних надеждах. Покупатели на карантине получили возможность изучить предложения от и до, но онлайн. Присматриваются, но выкладывать деньги не спешат. А риэлторам ничего не остается, как ждать разморозки в своей отрасли. Пока они набивают руку на маркетинге, один другого превосходя в оригинальности подачи всех преимуществ квадратных метров, выставленных на продажу. Даже тех, которые худо-бедно, но строятся. Застройка жилых комплексов на время карантина была временно приостановлена по большей части, а выбор жилого пространства был переведен в онлайн-режим. Сделка купли-продажи между риэлтором и покупателем была временно приостановлена. Однако уже можно сделать кое-какие прогнозы о том, что ждёт будущих обладателей квартир. Если на стройках и слышится шум, то в офисах риэлторов оглушающая тишина. Сотрудники, как и потенциальные клиенты на карантине. С первых дней режима чрезвычайного положения срывали сделки. Те клиенты, которые уже выбрали жильё первичного и вторичного рынка, просто отменили подписание контрактов. Остальные максимально ответственно подошли к ситуации и отказались от посещения предполагаемого жилья. Какое-то время не работал кадастр, не работали нотариусы. Сделки, в принципе, не могли иметь места быть в принципе. Сейчас уже потихонечку люди всё-таки начинают привыкать к этой ситуации, уже понимают, что нужно жить дальше. Естественно, актуальность сейчас вот эта услуга дистанционная. Многие и действительно квартиры больше востребованы, у которых есть видеосопровождение, где можно посмотреть квартиру не только в виде фотографии, а ещё и видеообзор. Самый волнующий вопрос сегодня – упадут ли цены. Риэлторские конторы боятся делать серьёзный прогноз, но заверяют, что в течение ближайшего месяца стоимость квадратного метра меняться не будет. Останется на уровне 400-500 евро во вторичном жилье и 500-700 евро на первичном. Всё-таки надо понимать, что у нас в республике, по сравнению, например, с Россией, все сделки по недвижимости всегда были привязаны к валюте, то есть к евро или к доллару, во время как в России они происходят в рублях. Поскольку эквивалентом считается всё равно валюта, а не свободно конвертированная валюта, а не лей, то более-менее ситуация сейчас стабильна, у нас и цены не изменяются. Что будет дальше, ну, будет зависеть от того, как будет возвращаться к жизни, наверное, европейская экономика. Это будет не так быстро, насколько мы уже понимаем. То есть наши гастарбайтеры, которые здесь сейчас находятся, быстро вернуться туда не смогут. Соответственно, какое-то время перестанут приходить сюда вливания в наш бюджет в виде валюты. Отсутствие валюты в стране, по мнению экспертов, повлечёт за собой снижение спроса на недвижимость. Таким образом, ожидается понижение цен на квартиры и коммерческие площади уже к началу осени. Среди лиц, вернувшихся из диаспоры, к недвижимому имуществу интерес возрос, но пока только присматриваются. В плане покупательского спроса, да, мы наблюдаем некоторые увеличения. Оно не приводит сейчас, вот в моменте, к большему количеству сделок, просто потому, что их маловозможно совершить из-за мер безопасности. Но при выходе из карантина будет, скорее всего, некоторый всплеск, да, интерес на недвижимости более повестится. Потому что сейчас они здесь. Мы понимаем, что они обладают некоторыми ресурсами, которые они захотят вложить. Просмотры страниц компаний по недвижимости в период с 20 марта по 25 апреля вырос на 15-18%. А агенты работают каждый день в шестичасовом графике удалённо. Если сейчас и выбирать квартиру, то онлайн это будет сделать наиболее удобно и безопасно. Сбегать от врачей стало плохой привычкой наших сограждан. Ранним утром инфекционную больницу Кишинёва тайком покинула 17-летняя жительница Сороку, которой был диагностирован COVID-19. Не думая о последствиях для здоровья и риске для окружающих, девушка скрылась в неизвестном направлении. Полиция уже ищет беглянку, которой грозит штрафа в размере 25 тысяч леев за необдуманный и опасный поступок. Далее короткий обзор других новостей. Беспаспортного нарушителя границы задержали сотрудники КПП «Тудора». 30-летний житель украинского села Удобное, поняв, что попался, чистосердечно признался людям в форме. На родине жизнь не мила, решил попытать счастья в Молдове. Документы оставил дома, чтобы не забрали. Времена-то сейчас известны какие. Пандемия как-никак. Разжалобить служителей закона иностранцу не удалось. Мужчину отправили обратно, передав из рук в руки представителям державных властей. Вдобавок ко всем несчастьям на перебежчика завели уголовное дело. Сотрудники ГИЧС продолжают проводить превентивные меры против COVID-19. Команды спасателей в защитных костюмах ездят по населенным пунктам и предупреждают людей об опасности распространения коронавируса. Населению рекомендует оставаться дома, соблюдать социальную дистанцию и незамедлительно сообщать в случае подозрения на коронавирус. В мероприятиях участвуют 23 спасателя и 10 единиц техники. Житель столицы превратил свою квартиру в плантацию марихуаны. 36-летний мужчина умудрился разместить на своей жилплощади 108 растений. Квартиру опечатали, а саженцы отправили в этнокриминалистический центр на экспертизу. Общая стоимость изъятых наркотиков оценивается примерно в 400 тысяч леев. Возбуждено уголовное дело. Если вину признают, то владельцу нелегального зеленого хозяйства грозит от одного до шести лет тюрьмы. ДТП с летальным исходом произошло накануне вечером вблизи села Карлатены Рыжканского района. По данным полиции, 34-летний мужчина потерял управление, в результате чего машина слетела с трассы и перевернулась. Водитель скончался на месте до прибытия машины скорой помощи. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства аварии. Мечтать не вредно. Вредно думать, что мечты не исполнятся. Карантин не повод отказаться от путешествий. Пусть и виртуальных, но, согласитесь, это даже удобно. И чемоданы не нужно собирать, и денег на путевки тратить. Для тех, кто не отказался бы вдоль и поперек обойти земной шар, интернет – просто находка. Да и ознакомиться с просторами отчизны и самыми ее живописными местами сейчас проще простого. Старый Аргеев, Сарухская крепость и многие другие. Есть достопримечательности на расстоянии одного нажатия кнопки мыши. Заморская зараза надежно заперла нас в четырех стенах на долгие недели. Можно, конечно, бесконечно предаваться печали, представляя себе, как без вас зеленеют поля и отцветают сады. А можно включить компьютер или планшет и оторваться от реальности с головой, окунувшись в атмосферу для кого-то любимых, а для кого-то пока неизведанных мест. Ваш дом, ваша крепость? Сейчас да. А какими были крепости для наших предков? В деталях осмотрите Сарухскую. Вас впечатлит ее мощь и элегантная красота самых намоленных мест Молдовы, ее знаменитых монастырей, идеально вписанных умелыми зодчими в ландшафт и впечатляющих возвышенной красотой. Ни разу не довелось оказаться там, где побывали десятки тысяч иностранцев. Не беда. Прогулка по самым знаменитым подземным винным городам по карантинной акции для всех бесплатна. Пока уютные сельские пансионаты, отели и музеи закрыты на карантин. Но ознакомившись со всеми красотами, каждый из нас, едва спадет угроза, может проложить свой собственный маршрут и увидеть воочию то, что до сих пор вы видели только на экране. На сегодня все. Мы еще раз призываем вас без необходимости не выходить на улицу, соблюдать меры предосторожности, беречь себя и близких. Не болейте, оставайтесь первым. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok